Барышня и кулинар Не покушать Покушать я не против Апельсин Потому что апельсин повышает настроение Потому что он рыжий Зато Анька Апельсин надо делить с товарищем У нас долек состоит Я не хочу апельсин У меня прекрасное настроение Потому что мы сегодня будем с тобой готовить А ты вчера смотрел фильм Титаник или нет? Аня вот хочешь правду Ни разу в жизни я не смотрел фильм Титаник Позор мишка тебя Да, вот Настроение сразу поднялось Ну и та красотка поет Одна красотка снимается Да, другая красотка с подружкой Вчера она смотрела с Титаника И немножко загрустила И плакала А вот я тебе хочу сказать Знаешь что, что вообще Есть такая терапия цветами Вот сегодня у нас специально Такое праздничное будет настроение Потому что мы готовим все из оранжевого цвета У нас сегодня есть тыква У нас сегодня есть лепесин Лепесин, да Лепесин Мы делили Лепесин Лепесин Много носа И у нас сегодня будет тыквенная программа Это для тех, кто вчера вместе со мной смотрел Титаник И сегодня немножечко взгрустнул И сегодня вы будете плакать тыквенными слезами Оранжевыми слезами Кстати, от светотерапии Посмотрите, какие у меня яркие стильные ножи на кухне Стоит на них посмотреть, и настроение сразу улучшается А готовить с ними одно удовольствие Ножи Ладомир, и все у вас будет прекрасно Как на кухне, так и в жизни Мы с тобой сегодня сделаем три блюда Мы с тобой сделаем салат с сыром фита и тыквой Мы с тобой сделаем Сырья Окей Мы с тобой сделаем тефтели И мы с тобой с рисом и тыквой на гарнире Мы с тобой сделаем суп Такой крем-суп из щавеля и тыквы Два вида тыквы Одна чуть более мягкая Ты попробуй Одна совершенно жесткая И разная по уровню сладости Вот это сладко-рыжая Да, менее сладкую тыкву Мы будем Да, мы будем Мне не будет плохо Вот, посмотрите Я порезал чуть мельче, чем обычно Вот два вида тыкв Это для гарнира Мы будем их вместе запекать Для салата чуть меньше Очистил и порезал Можно, конечно, взять тыкву Положить на пергаментную бумагу Но лучше взять масло борхас Вспомни, что оно сто лет гарантирует нам Правильное приготовление пищи Любит продукты не меньше, чем мы И полить слегка тыкву этим маслом Аня, хватит тебе тыквы на салат? Посмотри Да Вот у нас-то салат будет из роколы, сыра, печеной тыквы Да, оставим Пусть масло проникнет Теперь я возьму противень Я буду делать, пока Миша возьмет противень Я буду делать соус для салата Заправку Немного уксуса Миша, масло налей мне еще, пожалуйста, сюда Куда? Заправку Колька Ну, налей Еще Еще Противень тоже тонким слоем масла Немного перца, зиры добавим Перца и зиры Перца и зиры Да, сюда тоже Если вы помните, мы уже с тыквой с тобой Уже общались Мы ее запекали с медом Мы делали с тобой из тыквы варенье Да? То есть мы с тыквой дружим Мы с тыквой дружим Ты собираешь всем дружить с тыквой, между прочим А как полезен крем-суп с тыквой для нашего желудка? Мы с тобой сегодня сделаем Крем-суп с тыквой из щавелина Вот я дурак Вот я У меня такие ножи под рукой А я ими не пользуюсь, а? Представляешь? Сам выбрал И всем выбирай Вот как удобно резать, а? Ножи Ладомир Их высокое качество Плюс разумная цена С этими ножами вам не захочется покидать свою кухню Торговая марка Ладомир Ножи для программы «Барышня кулинар» Семенами, спасибо желаю Это под мое платье под фиолетовое Под мое фиолетовое платье Уникальная степка в чем? Мы сейчас ее одновременно для трех блюд и приготовим На 200 градусов 15-20 минут А я тем временем беру для салата рукулу Который называется итальянским одуванчиком Потому что так как любит рукулу итальянцы Ее, по-моему, не любит никто Не знаю, но я вот точно люблю рукулу Так же, как и итальянцы Она дико полезная И, кстати, ее ест первая леди Америки Она ее выращивает у себя около Белого дома А я больше, чем итальянцы рукулу Люблю рис в макфа Отборный рис Без особых лопот Удобный и компактный И даже если я ничего не вижу Да, способ приготовления Поднести в кипящую воду Мне как это написано? Ты ничего не видишь, там лучше все понятно Пакетик в кипяточек и все готово Отборный рис в отличных пакетах 15 минут на медленном огне Делаю огонь медленным С макфу мы общаемся давно С рисом, с макаронами, с пшеном, с мукой Нет никаких оснований не доверять Я добавлю в воду, как и в пасту Пару ложек масла По старой привычке Обязательно Обязательно добавлю лавровый лист Два листочка И перчика Чуть-чуть И да, и несколько хороших А я тем временем на самом деле Щиплю, щиплю руку Потому что все-таки я щипаю Вы как правильно сказали? Ощипываешь Ощипываю Ощипываю руку Мельчу, да Потому что лучше ее не резать Все-таки я считаю, что зелень лучше Ощипывать руками Миша, мне нужна твоя помощь Пожалуйста, порежь мне мелкокрасный лук Я вот это люблю, да? Это очень важно Это очень важно Я тебе хочу сказать, что мой салат практически готов Я жду только тыкву Фарш я яйцо вбил Но я бы уже давно занимался нужным делом Но красную тебе надо лопнуть сюда Да А я расскажу тем временем, что вообще есть градация продуктов Которые поднимают нам настроение Которые обязательно нужно употреблять в рацион осенью Крупно-мелко? Это мелко Это сыр Сыр обладает огромным количеством витаминов И он вырабатывает эндорфины Знаешь, что такое эндорфины? Эндорфины это для хорошего настроения Ну правильно Ты хочешь, чтобы лук был лукового вкуса? Нет, вот так Вот так хорошо Или мы сначала заливаем водой? Нет, вот так мы сделаем Ты многовато мне имеешь Мне столько не надо А, ну ладно Поскольку лук нужен мне Спасибо тебе большое Я сейчас займусь Вот допустим наш сыр фета Который мы ломаем Прям вот так вот Мы его ломаем Так, все Так, тыква Который тоже, кстати Поможет нам поднять наше настроение Я понимаю, что забыл все Когда ты смотришь меня Ты все, Мишка, забываешь Прям не знаю Столько лет работаем А ты все никак не привыкнешь А ты все смотришь и смотришь А ты все смотришь и смотришь Я смотрю, я же Человек в этом деле Совершенно обычный Совершенно такой Обычный? Обычный, да Я добавил в фарш яйцо Соль, перец пока не добавлял Сейчас я попробую Фарш на вкус и сделаю это Мне надо, чтобы Пожарился лучок И белый, и красный Я заправлю сейчас Молодец Что теперь? Теперь мне надо Приготовить фарш И сделать фрикадельки Приготовить фарш И сделать фрикадельки Фрикадельки А укроп тебе, Миш, для чего нужен? Что? Укроп Укроп мне? Да Мне он не нужен пока А тогда я добавлю его в салат Потому что сочетание укропа с луком Мне очень нравится Резать тебе не буду Сама порежешь В Америке, когда я готовил Тептели без риса Узнал, что в Америке Они называются Митболл Митболл С митной шариками Митболл Так, еще мы добавим Руколу, что я пожалела А руколу надо много есть Отличительной стороной наших Чертой наших С тобой Митболл Митболл Будет чеснок Я ведь не стал его Рубать в блендере Постарая своей привычке Я Быстренько его Измельчу А я порежу укропчик Который очень полезный Который очень хорошо Сочетается с луком Зеленый Совершенно легкий Осенний Иммуномодулирующий Настроение поднимающий Великолепный салатик Был бы еще оранжевый Так вообще бы цены не было Так сейчас мы оранжевый Добавим туда Вообще бы цены не было Далее в программе Анна, ну бросьте Я не хочу тушеные кефтели На кухне у барышни Разгорится война вкуса А я не хочу жареные И наши герои Почувствуют вкус войны Надо, чтобы они пожарились Не, чтобы запарились Но победитель всегда один Кому придется уступить Напоминаем, что барышня и кулинар Готовят яркий обед из тыквы Вот сегодня у нас специально Такое праздничное будет настроение Потому что мы готовим все Из оранжевого цвета Пока рыжие тыквенные кусочки Запекаются в духовке Барышня занялась легким салатом У нас салат будет из руколы Сыра, печеные тыквы А кулинар приступил к мясному блюду Теперь мне надо приготовить фарш И сделать фрикадельки Впереди витаминная первая Для гурманов и эстетов Яйцо, чеснок, соль, перец Давай сначала соль А перец уже потом я Я думаю, что я добавлю весь сыр Потому что у нас все будет Все Я буду формировать тефтели Все-таки митболлс, да? Митболлс, да Не хочу рис Так, попробую я, что у нас Рис будет гарниром Знаете, почему? Можно было, конечно, добавить риса в фарш Чуть-чуть его подварить и добавить в фарш Но Я просто представлю себе, как на тарелке Будет сочетаться белоснежный рис И оранжевые кусочки тыквы Понимаешь, да? Белоснежный рис и оранжевые кусочки тыквы Меликолепно Ну я на самом деле практически свободна При этом, что я жду нашу тыкву И давай мне какое-нибудь партное задание Возьми, пожалуйста, терку Так, и что сделать? Отрезь кусочек тыквы Можешь мне натереть немножко тыквы, как морковки? Хорошо, конечно Я покажу сейчас еще одну Такую штуку-дрюку смешную Для тех, кто любит общаться с тыквой Это вот все Я такой трудяк Я Давно бы на моей весе другой Уже бросил бы лепить эти Митболл Просто еще один такой секрет Вот Можно к камеру У меня ни один Митболл с другим не соприкасается Чтобы они не слепались Чтобы они не слепались, конечно Да, и надо найти место для последнего И уже тогда помыть руки Начать Чтобы они не слепались Начать Все Давай мне вот сюда Вот сюда давай Высыпай Высыпай, высыпай смело К луку Мы добавим тертую тыкву Ух ты Какой ароматик-то прекрасный Ароматик-то еще тот И чтобы она не пригорела И дала сок Мы добавим Как всегда у нас На помановение волшебной палочки Пальцев? Помановение волшебных пальцев? Пальцев, да Есть у нас куриный бульон Потрясающе Мы добавим и сюда куриного бульона Чуть-чуть, только немножко Он нигде нам не помешает Так Все С бульоном мы Закрыли И что? Мы начнем тушить Теперь мне Надо сделать Одну очень прелюбопытную штуку Я возьму тыкву Порежу ее Порежу ее Возьму блендер Возьму Возьму Немножко бульона И сделаю Коктейль Да? Какой-то шарелевая макита Макита, макита, да Добавлю туда Не буду резать Чеснок Я сделал очень важную вещь Поднимай Все? Ну конечно Ах, вот еще что Конечно Анна Ничего себе У нас же Оп Все это с тобой Я проверю нашу тыкву Проверю нашу тыкву Как понять, когда она готова? Открой Ну? Возьми вилку А, и как картошку? И как картошку, да Поняла Ну такое сравнение для тыквы не очень уважительное Ты что? Картошка, знаешь, это вообще Любимая еда русских людей Не только русских Лук и тыкву добавляем Теперь, Аня, доставай большую кастрюлю Посмотрите, волшебство Раз Входит и выходит С японской техникой супра У меня все замечательно выходит Потому что колба стеклянная Позволяет сохранять все вкусовые качества продукта Внутри нее И не добавлять никаких ненужных примесей Две секунды И у тебя практически отдельное блюдо Ах Теперь прошу вас следующее сделать Так Вы сделали? Да Что теперь? Переливайте вот в эту В эту огромную кастрюлю бульон Угу Переливайте Пожалуйста Вливайте в бульон Только аккуратно Вливайте в бульон Где моя любимая ложка? Понемногу Вливайте в бульон понемногу Ты сказал очень поздно Я уже вылила Да, вливайте в бульон понемногу Надо было вмешивать, конечно Сейчас я вмешаю Основу Вот Теоретически мы уже Приготовили Основу для Они готовы А? Нет, не готовы Надо, чтобы пожарились Они уже поджарились С двух сторон Прикрой, чтобы они протушились немножко Анна, ну, 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 да Бросьте Я не хочу тушеные кефтели А я не хочу жареные Ну, давайте тогда поделим их пополам Ну, мне не нравится Давай, что они чуть поджарились Надо, чтобы не пожарились Нет, чтобы запарились Не надо этого портного мяса, Анна А что нам надо? Смотри, зашкваренные Это холестерин Ну, где они зашкваренные? Ну, где они зашкваренные? Ну, бросьте, Анну Не занимайтесь ерундой Так, теперь Вот все вредные едите Да, мы вредные едим И вредных любим Да? Да А ты надо, чтобы они запарились Я еду А чтобы запарились, конечно, конечно Вредные ко вредным Вот здесь, чтобы порядок здесь проводить Я тут ношусь как-то Не знаю кто Ну, что делать? Ну, ты занята важным делом Я помешиваюсь Прошли 15 минут Мы извлекаем Я это делаю обычно Следующим образом Извлекаем рис Рис, 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 рис Рис из кастрюленцы Мы, кстати, его, по-моему, не солили, да? Нет Не солили Мы сейчас его посолим Сейчас, сейчас, сейчас Там, где мы штучим Ну, что, Мишка, надо, мне кажется, уже тыкву доставить, да? Да, все готово Только вот есть такая у нас Что-то для тыквы надо Твою-то для салата точно надо доставать? Можешь мне помочь? Анна, Мишка, я сейчас все тебе достану Спасибо, спасибо Это салатная тыква, она Менее сладкая была И мы ее порезали Отлично Прикладываем ее на тарелку На тарелку Угу Ну, посмотрите, какая красота Ну, это Вот тут Семенович права Красиво Одна тарелочка красивейшей, блестящей тыквы Создает потрясающее настроение Так, ах Мы орошим ей салат Да Будет так классно Ты знаешь, я бы еще, может быть, даже апельсинового сока выжала сюда Ты знаешь, немножко Ну, выжми, выжми, выжми Я буду экспериментировать Вы же взрослый, самостоятельный шеф-повар Что я делаю с тыквой с моей Я Частично Печеную тыкву добавляю к тефтелям Частично А частично я добавляю ее в суп Можете в суп Добавлять ее, подать ее на стол И в суп добавлять порционно В тарелку Может, кто-то не любит тыкву Просто Вы не понимаете, как это красиво Выглядит Смотрите после рекламы Все, что готовишь ты, Анна, твое А все, что готовлю я Почему-то наше Маленькое замечание Перерастет в разговоры наболевшим Когда муж приносит зарплату домой Он всегда отдает о жене У барышни на этот счет Позиция твердая Мужчина-кормилец Он просто обязан Кормить свою жену, детей Чем ответит кулинар Сегодня на кухне правят трое Кулинар, барышня и тыква Мы с тыквой дружим Запеченные кусочки оранжевой красавицы Уже украсили крем-суп Вы не понимаете, как это красиво выглядит И потеснили в сковороде Фрикадельке У меня ни один мидбол с другим не соприкасается Чтобы они не слипались У барышни свои виды на тыкву Мы орошим ей салат Будет так классно А еще Аня знает, как тыква Не превращаясь в карету Поможет стать королевой бала Тыква очень полезный продукт Для нашего организма Притом не только для нашего здоровья Но и для наших волос Для того, чтобы получить питательную маску Для наших волос Стоит смешать в блендере Один стакан тыквенной мякоти С одной четвертью стакана молока И двумя столовыми ложками меда Все эту массу нанести на волосы И походить 20 минут в этой масочке Ваши волосы будут блестеть Будут напитанные И очень хорошо расчесываться А для того, чтобы не поправляться Девчонки и мальчишки, кстати, тоже Я вам очень рекомендую Пить свежевыжатый тыквенный сок За полчаса до еды Два раза в день Он потрясающе сжигает жиры И в нем очень много полезных минералов Будьте здоровы и потрясающе красивы Зажарил все-таки он свои Зажарил, зажарил Не зажарил, Анна, это не зажарил Все у тебя вообще готово? Иди пробуй Что, я все попробовала? У меня все готово, я с тени тыква Может, подуть надо? Подуть? Да Это ты меня хочешь отличить Своих зажаренных тектелей? Ну, во-первых, они не зажарены Во-вторых, они не мои Ну, естественно, и сыры, скажи Это салат твой Все, что готовишь ты, Анна, твое А все, что готовлю я, почему-то наше Кстати, это женская позиция Это нормально? Нормально Так и при разводе всегда бывает Так что, мужчины, не разводитесь с нами Вам это невыгодно Когда муж приносит зарплату домой Он всегда отдает это жене Правильно А кому отдавать? Отдавать Правильно Кому? Конечно, отдавать жене Жена точно знает, как распорядиться с его деньгами А жена приходит с работы, с зарплатой И почему-то муж ничего не отдает никогда А что, зачем мужу деньги? Это на семью Конечно Мужчина-кормилец Он просто обязан кормить свою жену, детей Жене надо туфли, шубы Посмотрите, посмотрите на этот цвет Столько всего нужно? Конечно, конечно Я понимаю, да Да, у тебя же есть жена, Миша И дети Да, у меня есть жена и дети Посмотрите на эту красоту Тыквенный суп-пюре Лук мелко нарубите И обжарьте на растительном масле Мякоть тыквы натрите на крупной терке И добавьте ее к луку Влейте в сковородку куриный бульон И на медленном огне потушите овощи Нарежьте тыкву И поместите оранжевые кусочки в блендер Туда же отправьте щавели куриный бульон Перемешайте все до состояния пюре Затем положите в блендер чеснок Готовую поджарку И еще раз все взбейте Полученную массу перелейте в кастрюлю с куриным бульоном И поставьте ее на медленный огонь Добавьте в суп печеную тыкву И еще немного поварите блюдо Тыквенный суп Вкусное и красивое лекарство От осенней хандры Тебе наливать суп? Нет, я буду салатом Такой вкусный ты не представляешь Ну вот сейчас я закончу Я его выложу в красивую тарелку Потому что он такой красоты неимоверный Сейчас я закончу уже окончательно То сочетание цветов, которые я задумал В самом начале нашей программы Вот теперь я положу Как же красиво Мама моя В сковородку к тыкве и кефтелям Рис Все И теперь у меня такая триединая картина Я даже не могу сказать, что в этом блюде главнее Главнее декор, Миша Декор То есть дизайн? Дизайн, конечно У нас такая с тобой сегодня дизайнерская программа Дизайнерская кухня у нас с тобой сегодня Да Фрикадельки с печеной тыквой Сладкую тыкву нарежьте кубиками И выложите на противень, политый растительным маслом Поставьте его в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 15 В воде с растительным маслом, лавровым листом и черным горошковым перцем Отварите рис Говяжий фарш смешайте с яйцом и нарезанным чесноком Посолите, поперчите мясо и слепите из него фрикадельки Обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки Затем влейте в сковородку куриный бульон и потушите в нем мясные шарики Туда же выложите печеную тыкву и отваренный рис Немного все потомите и подавайте к столу Вот что получилось в итоге Я прям даже боюсь выкладывать это Да ты не бойся выкладывать, сейчас разберемся Не хочу я выкладывать, я хочу показать это Что ты еще сегодня не хочешь? Это ты не хочешь, что не хочешь? Ну какая красота Ну красиво Посмотрите, девочки Не только полезность продукта должна быть важна, а еще и красота Посмотрите, совершенно бескалорийный салат Калорий ноль Ну какой красивый, какой вкусный Салат с тыквой и фетой Возьмите не очень сладкую тыкву Очистите ее и нарежьте маленькими кубиками Выложите их в форму для запекания Полейте растительным маслом И отправьте в духовку минут на 15 Приготовьте соус Для этого уксус смешайте с растительным маслом, черным перцем и зирой В отдельную миску нарвите рукулу Отправьте к ней красный лук и нарезанную кубиками фету Заправьте все соусом Добавьте укроп, немного апельсинового сока и печеную тыкву Тщательно все перемешайте И нежный салат готов А какой салат, Миш? Вот кусочек тыквы с сыром Посмотрите, друзья мои Как нож, вот Аня прайсла Как картофель Это не Аля Я никогда не думала, что тыква это так вкусно Конечно, я слышала про ее полезные свойства много раз Но что это так еще может быть вкусно Тептили пережарим Или не пережарим? Или не пережарим? Я не скажу Нельзя было тебе доверять, суп Нельзя Мне? Завалило? Вот, завалило Опять я о чем Попробуй твои тептили, как бы быть Завалило, что дело? Суп не соленый А я отвечаю за салат Не перченый Вот и тептили Тептили, да Пережарены Не ешь, не ешь, Аня Тептили пережарены Я понял ее тайный запас Друзья мои Вы понимаете, насколько она тонко разбирается в еде Она специально не досадила суп Чтобы сейчас закусить салатом Тептилими с рисом Вечером поставить себе опять Титаника И солить его слезами Конечно Слезы бьются, падают в суп Конечно И она имеет соленый суп Эмоции, экономию соли Да, кстати, излайте Лучше плакать перед телевизором, смотря Титаник Чем плакать над своей жизнью Поэтому давайте мы не будем плакать лучше вообще никогда А если вы будете хорошо кушать и смотреть программу «Барышня и кулинар» То про слезы вы совсем забудете Приятного вам аппетита Сытый не плачет Парышня и кулинар Пальчики оближешь, вкусная еда Посмотри, послушай Здесь рецепты лучшие Сможешь ты найти Всегда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!